Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать всех вас на моем канале! У нас сегодня с вами вот такая вот поляна. Это мой завтрак. Я сама приготовила вот такие вот вкуснейшие панкейки. Рецепт будет внизу. Обязательно следуйте этому рецепту, и у вас тоже получится. Посмотрите, какие они пружинистые. Твикс одну штучку уже украл, пока я все это расставляла. Чай у нас здесь, яичница. В общем, самый обычный завтрак. Давайте приступим, потому что у меня на камере уже мало зарядки, так скажем. Сегодня, моя хорошая, в Азербайджане день траура, 20 января. И вы знаете, такое ощущение, что небо тоже плачет вместе с нами. Такая погода. Дождик, слякоть. Утром был снег. Ну, он сразу растаял, но все же он был. Немного вот так вот поливаем. Панкейки просто огромные получились. Не знаю, кто как их ест, я лично ем вот так. Вчера у меня была температура. Причем прям, знаете, вечером она поднялась. И я сразу начала думать, что у меня корона. Терафлю выпила. Сначала один, потом через 2 часа еще один. И все. Единственное лекарство, которое реально... Я вижу результат прям сразу. Терафлюшечка. У нас еще есть нашего производства. Грибхот или что-то такое. Ну, в общем, тоже помогает. Стоит чуток дешевле. Теперь я решила накрывать такие поляны, чтобы было аппетитно, чтобы было красиво. Итак, будем отвечать на вопросы. Найка, меня зовут Зарина. Передай мне, пожалуйста, привет. Зариночка, тебе огромный привет. Если перед тобой стоял бы выбор, с кем из мукбанкеров ты бы засняла совместный ролик. Да много с кем. Мне, если честно, все мукбанкеры нравятся. По пальцам можно пересчитать тех, кто мне не нравится. А так, в большинстве случаев мне нравятся рассуждения. Очень нравится Николаевс Фэмили. Я их смотрю. Знаете, видно, что без пафоса. Такие простые. Подача классная у них. Очень нравится канал. Интересно придумали. Ну, я, кстати, еще парочку видела. Но это потом уже, после них. Начали тоже снимать там парами муж и жена. Прямо это как будто в моду вошло. Вот. А так больше всего мне не нравится. А если не мукбанкера, то мне нравится канал Лана Связлана. Вам, наверное, это ничего не говорит. У нее как бы запасы косметики. Она вот чисто снимает запасы. Ну, прям нечто. А так я за коллаборации. За то, чтобы снимать с разными блогерами. Но, к сожалению, вот эта рубрика, где разные представители профессии, там очень низкое удержание аудитория. Просмотров много. Но очень низкое удержание. То есть люди заходят, смотрят на человека и как бы до конца не досматривают. Почему могу объяснить? Потому что там вроде еда далеко. особо не едим. Болтаем только. А у меня все-таки канал мукбанков. Вот. Парочка еще вариантов было, с кем хочу снять видео. Вот даже не знаю, что делать. Когда у вас низкое удержание на канале, то другие видео тоже не будут рекомендоваться Ютубом. То есть, знаете как? В рекомендациях выходит видео. По обложке люди заглядывают. Но не досматривают. Это очень плохо. Поэтому не знаю, когда еще дальше будет рубрика с представителями профессии. читаю все ваши комментарии. И там все пишут, когда пойдешь к Жоли, обязательно сними для нас мукбанк. Ой, повидел. Влог. Сниму обязательно. Следующий вопрос. Было ли такое, что тебя обвиняли в краже денег или ты обвиняла кого-то? Меня обвиняли, слава богу, такого не было. Я тоже никогда никого не обвиняла. Было однажды случай, когда я училась в третьем классе. у девочки потерялась терка. Ну, знаете, такая штука резинка. И она начала везде ее искать. Я посмотрела и увидела у себя в портфеле. Мне кажется, кто-то подкинул мне. Я потом вытащила и говорю ей вот. И она так, знаете, скептически на меня так посмотрела, что типа ты сперла. Если бы я сперла, зачем я тебе обратно отдаю? И вот такой вот случай был неприятный. А насчет кражи у меня. У меня однажды блеск украли для губ. А так, что прям в полицию обращаться. Единственное, нас однажды ограбили. Домой зашли и денежки взяли. Это все настолько вкусно. У меня на камере зарядки вообще почти нету. Здесь я просто резко вырублюсь. Знаете, что у меня села зарядка? Однажды мы с мамой пошли покупать мне зимнюю куртку. Мне, наверное, лет семь было. Пошли на рынок. И мы стояли, что-то выбирали. И я своими глазами видела вора. Представляете? То есть мы стоим, у мамы сумка свисает, мы стоим около прилавка. Как раз-таки внутри этого прилавка не знаю, как вам объяснить. То же самое я вот сейчас сижу, а под столом вор. Взял, отрезал мою сумку и вытащил кошелек. Вот что-то наподобие было. И я, представляете, это увидела. Я даже до сих пор помню лицо этого вора. Хотя сколько лет прошло. Но я не сообразила, что это может быть вор, что есть такое понятие, что у мамы могут что-то украсть. я была настолько маленькая, что мама потом в полицию обращалась. Не помогли. Но вы знаете, я думаю, что хозяин этого прилавка он работал 50 на 50 с этим вором. Почему? Могу объяснить. Это, например, мой прилавок. У меня под столом человек. который вот так вот режет сумки и вытаскивает кошельки. Неужели я не скажу, слушай, дорогой, ты что здесь потерял? Иди своим своим ходом. То есть, на мой взгляд, так как я видела это все своими глазами, это все была группировка. просто так люди на рынок просто посмотреть, где куртки почем не приходили. Это был 2005 или 2006 год. и вот как раз таки у прилавка, где как раз куртки, там был такой стол и на столе там были носки, всякие колготки и вот под столом как раз таки сидел вот этот вор. такой с голубыми глазами, как сейчас помню его лицо. Потом мама что-то после моих слов она обратилась к директору рынка, там опровергли это все, типа ребенок, ребенок придумывает это такой возраст. непонятно, где именно вас обокрали. Не может быть, что вор под столом. Но я это очень отчетливо помню. Как у меня мозгов не хватило сразу закричать. Тогда вообще возможно я тогда сталкивалась, но мне кажется, тогда вот этих карманников было до хрена просто. Сейчас как бы эти карманники перешли на новый уровень. Они звонят, слушайте, мы из Альфа-банка, скажите кодовое слово. Или просто взламывают счета. То есть вот эти вот вот эти вот 30 долларов они особо по году не делают. Сейчас люди, мне кажется, не готовы рисковать своей свободой за каких-то ну пусть даже 100 долларов. я помню, когда где-то училась, наверное, в 8 классе или в 6. Ну, в общем, с телефоном было ходить немного опасно. Если у тебя очень дорогой телефон, тебе могли бы дать по башке и отобрать телефон. Не знаю, возможно, мне так кажется, но сейчас как бы ходишь с последним айфоном и не чувствуешь себя как бы незащищенным. Наверное, времена поменялись. Я совсем забыла, что у меня здесь еще сырники. Как можно забыть про сырники? и по полициям ходили. В одну из полиций мы зашли, нас позвали типа на опознание. Стояло 5 мужчин. Типа, которые были задержаны за воровство. И на них хотели еще и это дело повесить. Но, естественно, это были не они. Я-то помню лицо этого человека. И причем мы в тот период жили очень бедно. Это были деньги на мою зимнюю куртку. Потом я ходила долгое время мерзла без куртки. Пока папа не получит зарплату. Вот представляете, какой-то грех. Люди воруют, а потом другие люди страдают. Вот так вот. Воздушно просто. после этого мама прям всегда вот так вот к сердцу прижала свой кошелек и ходила по рынку с этим кошельком чуть ли не на шею. Вот такая вот история со мной произошла. Не знаю, рассказывала ли я вам про это или нет. Я наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне безумно приятно. Всех люблю. Целую. Обязательно переходите в инфобокс на рецепт и смотрите его на iCookie. Пишите свое мнение в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok